Чтобы не терять время недаром, я сейчас вам в дороге расскажу, почему надо работать быстро в сетевом маркетинге, если хочешь преуспеть. Важнейшая истина, важнейшая, поверьте мне, важнейшая. В чем суть дела? Я не буду сейчас сдаваться во все детали и подробности всего процесса построения большого бизнеса в сетевом маркетинге. Но построение организации быстро крайне важно. Итак, в чем дело? Почему? Новичок, зашедший в этот бизнес, полон сомнений и он в полнейшей неуверенности. Единственное, что у него есть, это энтузиазм и надежда. И если вам, как спонсору, удастся ему помочь разжечь этот энтузиазм еще сильнее, если вы в ближайшие часы, дни, недели сумеете помочь ему заработать деньги, подписать людей, создать организацию, то тогда из этого человека, скорее всего, возможно, выйдет толковый перспективный партнер, дистрибьютор. Но если вы развезете процесс входа в бизнес, зарабатывание первых денег, получение, добывание первого результата в виде нового партнера, клиента и так далее, на долгое время, тогда вероятность того, что из этого человека что-то получится, резко снижается. Мало кто дожидается успеха. Поэтому принцип такой. Принцип такой. Как можно быстрее начать и как можно быстрее заработать деньги. Ну, я много раз рассказывал свою историю. Повторюсь. У меня был уже достаточный опыт, когда я вошел в нашу компанию. И поэтому я понимал, что надо стартовать очень быстро. Это на 90 с лишним процентов стало основанием, фундаментом моего последующего успеха. В первый день работы я наприглашал по телефону домой к себе большое количество своих знакомых. Да, я знал, что не все придут. Я знал, что не все хотят меня слышать вообще. Я знал, что многие люди уже от меня слышали разные всякие предложения. Я все это знал. Но я знал, что если я не начну с ними снова, если я не приглашу много людей, шансов у меня в этом бизнесе не очень много. Поэтому я сел на телефон. И я звонил, 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 приглашаю всех на следующий день. Я говорил, приходи завтра, у меня к тебе есть серьезный разговор. Я целый день буду дома, мне нужно очень серьезно с тобой поговорить. Ты не представляешь, насколько это для тебя важно. Я сейчас не могу тебе подробно объяснять, в чем дело, потому что я занят. Приходи завтра поговорить. Ты меня знаешь, я что-то важное для тебя приготовил. Вот примерно такой текст я говорил. На другой день люди пошли с утра. Далеко не все пришли. Но те, кто пришел, попали на презентацию дома. Горящие глаза. Несколько человек. Спонсор. Мой сын, которого я пригласил для того, чтобы он мне помог, поскольку я не знал вообще, что говорить. Он начал рассказывать о бизнесе, как мог, как умел на тот период. Потом мы значительно выросли с ним вместе. Спасибо ему, он меня научил, показал, как это делается. А потом мы двинулись дальше. Так вот, в первый день, в первый день, из нескольких человек, которые пришли, все же, кто-то подписался. Тут же, сразу, в этот же самый день, принес деньги. И мы его зарегистрировали. И сказали ему, беги скорей, зови сюда своих друзей. Видишь, тут какая кутерьма, какая тут движуха началась. Давай. Кто-то пошел и исчез, а кто-то пригласил своих друзей. Из этих друзей мы подписали еще кого-то. Часть ушло, но часть подписалась. И они побежали следующих звать. Звонили прямо из моего дома, незнакомые люди. И так целый день. Те, которых мы пригласили, пригласили других, мы их подписали. Те, которые пригласили позже, завели своих людей. И так далее, и так далее, и так далее. И мы закончили в 23 часа. Обычно я так никогда не делал. Обычно мне было лень проводить такую работу. Но сейчас я это проделал. И произошло следующее. За 23 часам моя организация выросла на 54 человека. 54 новых партнера, которые приобрели себе пакет и стали моим партнером. Я заработал кучу денег вместе с спонсором. Первый день меня вдохновил настолько, что я повторил и на завтра, и на послезавтра. И понеслось, и понеслось. Я увидел, что это работает. Я увидел, что бизнес классный. Я увидел, что люди хотят. Я увидел, 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 что я могу. Я поверил. И остановить меня было уже нельзя. Так же, как и многих других моих партнеров, которые вместе со мной начали. Но я должен сказать, что не все, даже те, кто увидели такой старт и заработали денег на первоначальном этапе, не все продолжили. Не все продолжили. Загадка этого бизнеса состоит в том, что мы не знаем людей, мы не знаем их потенциал, мы даже не знаем свой собственный потенциал. Поэтому только Бог знает, кто продолжил и у кого будет успех. Самое главное в успехе, чтобы продолжать. Но для того, чтобы продолжать, нужна энергия, сила, мотивация. А она берется из успеха маленького. И таким образом, из маленького успеха больше, из этого следующий, 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 следующий. И вот таким вот образом все и разрастается. А потом уже остановиться трудно. Потом ты уже привык деньги зарабатывать каждый день. Потом уже все понеслось. Потом ты уже понял, что так ты можешь вообще стремительно разбогатеть. Ты можешь просто заработать 100 тысяч долларов. 100 тысяч американских долларов. Ты можешь суметь заработать за какие-то там месяцы. За год. А потом оказалось, что больше. Вот. Итак, первые 72 часа подписать как можно больше людей. Продать как можно больше продуктов. Заработать как можно больше денег. Это залог успеха. Я знаю, что меня критиковали и критикуют многие люди за то, что мы... Что я исповедую вот такой способ работы. Многие говорят, что надо серьезно, разумно, долго готовить, учить, рассказывать людям. Показать им все преимущества. Всему им научить, чтобы он компьютер освоил, а потом... Это большая ошибка. Это большая ошибка. Мы об этом попозже поговорим. Я хочу еще раз сказать. Мне все равно, кто что думает. Я передаю вам свой опыт. Если вы хотите преуспеть, работать надо быстро, стремительно. Тогда у вас хватит энергии, сил, энтузиазма, радости, желания делать свою работу долго. И тогда вы преуспеете, привыкнув, заработать быстро много денег. Вперед!